Иисус учит, как войти в Царство Небесное. Но для Иисуса он не разделяет в общем целом жизнь здесь от жизни там. Для него Царство Небесное уже здесь, вернее еще здесь и уже там. Еще здесь и уже там. То есть Царство Небесное там есть продолжение твоего вероисповедания, явленного в твоей жизни здесь уже и сейчас. Для него нет разделения на веры и дела. Дела следуют из веры. И вера от Слова Божьего, от слышания Слова Божьего. Поэтому ты слышишь Слово Божье, ты веруешь, а значит живешь соответствующим образом. Поэтому для него огромное значение приобретает не только абстрактные верные рассуждения о том, что будет после того, а о том, как надо жить уже здесь сейчас, дабы все это делалось соответствием с указаниями Царства Небесного. И дабы не быть лжесвидетельством уже здесь, на этой земле. Мы говорили с вами в 18 главе книги Евангелия от Матфея, как он решает вопросы суда, причем суда здесь, причем суда то, что мы сегодня назвали бы внутрицерковного, тогда внутриобщинного. А вот в 19 главе Матфея он переходит к не менее важному вопросу, который всегда занимал и тогда иудеев, и евреев, и сегодня в не меньшей степени занимает церковь. И это вопрос о разводе. Мы будем читать, начиная с 19 главы, и Матфея попытаемся понять, что это значило для евреев того времени, ну и на основании этого, что это может значить для нас сегодня. И подошли к нему фарисеи, искушая его, и спрашивая, по всякой ли причине можно отпускать жену свою. Слово «искушать» в данном случае можно перевести как «испытывать» или «проверять». В еврейском языке, в еврейском языке, это одно и то же слово. Вообще говоря, Бог никого не искушает. Если мы не проходим испытание, это становится искушением для нас. Если сатана искушает Иисуса, и Иисус проходит это искушение, значит это становится испытанием. Это два понятия взаимосвязанных в иудаизме, и основа состоит в том, что происходит некая проверка, как сегодня вы сказали, проверка на вшивость. А на самом деле, в результате, в зависимости от того, как мы взаимодействуем с этой проверкой, вот эта проверка становится либо испытанием, это к нашему благу, либо искушением, если мы не сдаем этот экзамен. Поэтому в данном случае нам не надо относиться предосудительно к понятию «искушать». Это вполне может быть проверкой. В Талмуде есть многочисленные истории о том, как мудрецы, знакомые или незнакомые, проверяют друг друга при встрече. Например, мы все время говорим с вами «например», трактат «Гитин», «Бейт Шамай» говорит. «Бейт Шамай» — это школа Шамая, говорит. «Не должен муж разводиться с женой своей, кроме как если нашел в ней противное, имеется в виду прелюбодеяние». Это «Бейт Шамай», как написано, потому что он находит в ней что-нибудь противное, согласно книге Второзакония, 24 главе. «Бейт Гилель» или школа его постоянного соперника по Синедриону Гилеля говорит, даже если сожгла его обед, как написано что-нибудь противное. То есть, даже если она сожгла обед, ты можешь с ней развестись. Раби Акива, который жил значительно позднее, уже во втором веке после Гилеля и Шамая, он говорит, даже если нашел другую, красивее ее, как написано, и она не найдет благоволения в глазах его. То есть, среди раввинов того времени и последующих, после них, разделились мнения. Одни, подобно школе Шамая, считали, что единственной причиной для развода может быть прелюбодеяние. А Гилель, который был более либеральным во всех отношениях, считал, что хоть перегоревший суп, этого достаточно. Последователь, уже во втором веке, знаменитый, выдающийся Раби Акива, считал, да, собственно, и супа недостаточно, более чем достаточно. Если он найдет просто женщину, которая красивее, или она ему больше нравится, это уже достаточно для развода. Все эти мнения, упоминаемые в данной Мишне, они основаны на, или исходят из одного того же стиха из книги «Второзаконие» 24 главы. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что и напишет ей разводное письмо, или так называемый гет, и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Бейт Шамай, еще раз, это та консервативная школа, понимает этот стих таким образом, что что-нибудь противное, это есть цельная, одна, единственная причина, и ничего другого не может быть причиной для развода. Если учесть, что после прелюбодеяния, согласно школе Шамая, женщина становится запрещенной мужу, то вообще-то говоря, развода как такового нет, потому что брак просто перестает существовать в результате прелюбодеяния. Но Гилель толкует этот стих в сторону расширения, и он делает акцент не на противное, а на слово «что-нибудь», имея в виду все, что угодно и так далее. Как Бейт Шамай толкует «что-нибудь» в данном случае? В оригинале Торе слово, которое здесь приведено как «что-нибудь», это «давар». Давар – нечто. И Бейт Шамай толкует это слово с его упоминанием, связывая в другом месте. Бейт Шамай что делает со словом «давар»? Говорит трактат Гитин. Здесь сказано «давар» и там сказано «давар». Там сказано по словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей, да будет постановлено дело. Дело – это «давар» – это и слово, и дело. Мы говорили с вами об этом, когда понимали этимологию сказанного и сделанного в иудаизме. Таким образом, как там «давар» на основании как минимум двух свидетелей, так и здесь. То есть, иными словами, учитывая 18 главу, при двух или трех свидетелях, да подтвердится каждое слово. Я хочу напомнить вам, мы с вами говорили в Евангелии от Иоанна о женщине, взятой в прелюбодеянии, когда некоторые утверждают, а вот Иисус нарушил закон, потому что согласно закону ее надо было побить камнями. Это совсем не так. Ее можно было побить камнями только в том случае, если были свидетели прелюбодеяния, которые сами никогда не были замешаны в таком грехе. А если они были замешаны в таком грехе, то согласно закону ее нельзя было побивать камнями. Поэтому Иисус абсолютно не нарушает закон не там. Он, естественно, блюл его, потому что он сам бы как бы является автором. Но взглядеть для нас, поскольку это идет после вот этих вот упоминаний о свидетельстве, и это все как бы завязано в одну доктрину, если хотите, то и здесь у нас повторяется вопрос двух или трех свидетелей в смысле вынесения судебного решения, а значит, женщине, которой надо было засвидетельствовать, что она взята в прелюбодеянии. Несмотря на то, что мнения Бен Шамая в наше время не являются основанием для законодательства, все же в ранних раввинистических источниках у нас нет такого четкого ограничения. Именно поэтому вмешательство Иисуса в этот вопрос или в этот процесс более чем легитимно. Сифры Бамидбар 19, или сифры Бамидбар, толкование на книгу чисел 19, мы читаем. Сказал Раби Шимон Бар-Яхай, Если жена не осквернилась и была чиста, как говорится в книге Бамидбар, или числа 5.28, зачем это написано? То есть, почему Тора не пишет просто и была чиста, а добавляет, не осквернилась, задается вопросом автором. Написано, если кто будет прелюбодействовать женою замужнею, когда есть у нее свидетели и предупреждали ее, то есть предупреждали заранее, не разговаривая с конкретным мужчиной в прелюбодеянии, с которым она теперь обвиняется, то она наказывается смертью, если ее предупреждали. Но если есть у нее свидетели и не предупреждали ее, не наказывается смертью. Если не наказывается смертью, будет ли она разрешена мужу? Нет, потому что она подпадает под правило, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, то есть муж обязан с ней развестись. Видим даже здесь, то есть откуда она знает, что нельзя ложиться с чужим мужчиной? Мы предполагаем, что это само собой разумеется, однако Равина толкует это расширительно. Они говорят, если ей не говорили этого ради, то даже если ее не надо побить камнями, а Тора предусматривала наказание побития камнями, но они говорят только в том случае, если она сознательно знала, что она делала. А если ей не предупреждали об этом, то ее оставляют в живых, но согласно правилу, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, то необходимо с ней развестись. Я хочу привести еще один пример обсуждения на рынке. На рынке часто обсуждали. Одна из причин, которые могут быть для разводов. Вот говорится про женщину. Вот ела она на рынке, прочищала горло на рынке, кормила грудью на рынке. Во всех этих случаях Раби Мейер говорит, выходит, то есть муж обязан с ней развестись. А Раби Акива говорит, с той порой, как начнут судачить о ней сплетницы под луной, развестись с ней. Раби Йоханан бен Нури сказал, если так, если так строго вы судите, то не оставили никакой возможности, чтобы хоть одна из дочерей Авраама была со своим мужем. Ну, если на самом деле посудачить о ком-то. Всех судачить. Он говорит, ну что ж, тогда все должны развестись. А Тора же говорит, он находит в ней что-нибудь противное, а также говорит по словам двух свидетелей, по словам трех свидетелей, да будет постановлено дело. Довар, слово. Как в первом случае слово «довар» указывает на «ясное дело», так и в этом случае «ясное дело», то есть должно быть понятно, кто и в чем обвиняет женщину. Трактат «Гетин», слово «гет» – разводное письмо, то есть целый трактат в Талмуде, огромное количество материала, посвящено вопросам развода, почему это важно. От сегодня, к сожалению, я могу констатировать, что люди часто разводятся, и у них социальные службы, алименты, защита государства, ну и так далее. Ничего не было в те времена, и женщина, которая уходила от мужа, или была взята в прелюбодеянии, или муж просто хотел с ней развестить, она оставалась абсолютно беззащитной, потому что другой на ней не мог жениться из-за постановления Торы, Торы, а в то же самое время никакой другой защиты у нее не было. Поэтому, кстати, вот ктуба, о которой мы говорили, письменное обязательство мужа, на случай развода должно было содержать эту женщину. Но это была очень важная вещь, поэтому целый трактат талмудический посвящен этим вопросам. Из этих источников понятно, что в еврейской среде существовал спор на тему развода. Если суммировать все сказанное, то ученики Елеля считали, что можно разводиться по любой причине, а ученики Шамая, что разводиться вообще нельзя, но прелюбодеяние жены делает ее запретной мужей. Поэтому брак становится недействительным. То есть вполне нормально и легитимно, что фарисеи обращаются к Иисусу. Что у них там было на уме сказать, трудно поймать его или не поймать. Но вполне можно предположить, что им на самом деле было интересно, каково мнение учителя. Он же ответил, «Разве вы не читали, что Создатель изначало сотворил их мужчиною и женщиною?» И сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое плотью единою». Так что они уже не два, но плоть единая. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В своем выводе Иисус напоминает фарисеям еще тот факт, что соединяет людей Всевышний. Он возвращает их к началу творения. И по этому поводу существует очень один интересный эмоциональный мидраж. Я его прочитаю. Одна римская матрона задала вопрос рабе Иосифу бен Халафте. «За сколько дней Всевышний сотворил мир?» И сказал ей, «За шесть дней». Спросила его, и с тех пор до нынешнего времени, что же он делает. Сказал ей, «Сидит и составляет супружеские пары». Спросила его до какого-то... А, составляет супружеские пары, простите. «Дочь такого-то, такому-то, дочь такого-то, такому-то». И в этом его искусство, удивилась римская матрона. «Но я могу делать это. Сколько рабов и рабынь есть у меня. И в один прекрасный день я могу их всех сосватать». Сказал ей, «Это тебе легко, а Всевышнему так же трудно, как и сделать так, чтобы раступилось Красное море». Оставил ее рабе Иосиф бен Халафта и пошел к себе. И что же она сделала? Прозвела тысячу рабов и тысячу рабынь и поставила их в две шеренги и сказала, «Такой-то женится на такой-то, а такая-то выходит замуж за такого-то». И всех их поженила за одну ночь. На завтра они предстали перед ней, этот с пробитой головой, тот без глаза, этот с пораненной рукой, а тот со сломанной ногой. Сказала им, «Что это с вами?» Этот говорит, «А я не хочу эту». А этот говорит, «А я не хочу этого». Тогда же она позвала к себе рабе Иосифа бен Халафту и сказала ему, «Правдиво, ваша Тора, приятно она и великолепно, все, что ты сказал, прекрасно и верно, то, что ты сказал». Достаточно такая колоритная история, которая, которая, по сути своей, ну, говорит важность, то, как евреи относились к понятию брака, и Иисус отсылает их к первым дням творения, предшествующим законодательству Моисея, на что, естественно, фарисеи возражают, причем это совершенно нормальные, легитимные возражения. Ну, а как же так? Тогда Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею. Ну, Иисус еще раз говорит, что по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала было совсем не так. То есть Иисус говорит, что из-за вашего жестокосердия возникло понимание Тора, из которого следует, что данный стих может быть основанием для развода. На самом же деле, изначально Тора не содержит никакого позволения разводиться. Но я говорю вам, продолжает Иисус, кто разведется с женой своей не из-за прелюбодеяния и женится на другой, то есть он придерживается конкретно в данном вопросе школы Шамая. То есть кто разведется с женой не из-за прелюбодеяния и женится на другой, тот прелюбодействует и женившийся на разведенной прелюбодействует. Первая часть соответствует одной из раввинистических школ, а вторая тоже можно найти в раввинистической литературе запрет на женитьбу с разведенной. И она выйдет из дома его и пойдет и выйдет за другого мужа. Этот выгнал ее за преступление, а второй пришел и наткнулся на нее. Если удостоился с небес разглядеть ее сущность, отсылает ее от себя, как написано, и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо. Если же не удостоился, то хоронит его, как написано, умрет сей последний муж, взявший ее себе в жену. Достоин смерти этот человек за то, что ввел в дом такую женщину. Таким образом, ответ Иисуса следует понимать Тора, что Тора, вообще-то говоря, запрещает всякий развод. Но брак становится недействительным, если было совершено прелюбодеяние и другая сторона не прощает, при условии, что есть покаяние. Разводящаяся женой по какой-либо другой причине нарушает законы мироздания, женившийся на разведенной, которая виновна в прелюбодеянии и ушла от мужа, он также прелюбодействует, потому что способствует этому прелюбодеянию. Мне кажется, Иисус достаточно ясно отвечает на поставленные вопросы. Некоторые раввины соглашались с ним, некоторые не соглашались с ним, однако суть совершенно очевидна. К сожалению, это не то, что мы сегодня наблюдаем, когда любые экономические трудности или, я не знаю, все что угодно может стать причиной развода, к сожалению, и в церкви. Говорят ему ученики, если такова обязанность человека к жене, то лучше вообще не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые шревом матери не выродились так, а есть скопцы, которые скоплены от людей, есть скопцы, которые сделали себя скопцами для царства небесного. В еврейской традиции рассматривается всего два вида скопцов. Это скопцы от рождения и оскопленные людьми. Иисус говорит, или вводит еще один вид скопцов от тех, кто удаляется от семейной жизни ради жизни в грядущей мире, или если мы смотрим на жизнь апостола Павла, ради служения. Еще раз, аскеза сама по себе никогда не была целью. Более того, заповедь прувер ву, плодитесь и размножайте, это вообще едва ли не первая заповедь, хотя относительно первая. Первой заповедью считается вои и ор, да будет свет, то есть, чтобы мы были светом, но из конкретных заповедей в семейной жизни, плодитесь и размножайтесь, это заповедь, но так или иначе Иисус вводит понятие жертвенности в семейной жизни. Правда, он говорит, что если это только для немногих и для тех, которых плод не искушает его. В этом смысле. В качестве примера можно привести Бен Азая. Талмуд остерегается называть его раби, потому что он был неженат. Как правило, раввинами не называли неженатых людей Иисус, но не то, чтобы совсем нет, Иисус является исключением за особенную праведность, за особенные знания и соответствие жизни. Они все равно называли раввинами, но основное правило состояло в том, что раввином может быть только женатый человек. Поэтому, кстати, это довод, почему Павел, скорее всего, не мог быть членом Синедриона, поскольку он не был женат. Мало того, что раввин, но еще и не женатый. Итак, Беназай говорит, всякий, кто не исполняет, плодитесь и размножайтесь, словно творит кровопролитие и пренебрегает образом, как написано, по образу создан, и написано, плодитесь и размножайтесь. Сказал ему Элиезр Беназария, Беназай, видите, он не говорит ему, раби, Беназай, он говорит, Беназай, хороши были бы твои слова, если бы они сопровождались делом. Есть люди, которые учат хорошо, но не исполняют, есть те, что исполняют, но не проповедуют, это то, кстати, в чем Иисус всегда предупреждает фарисеев. И он говорит ему, ты же из тех, кто проповедует, но не исполняет. Ответил ему, Беназай, ну что же я могу поделать? Ктори, прилепилась душа моя, пусть же поддерживается мир другими людьми. То есть, это вот исключение, когда человек говорит, ну, не могу, не могу я жениться, потому что полностью, вот полностью без остатка я отдан Торе, и как мы с вами говорили, у раввинов был спор, когда лучше учиться до женитьбы или после женитьбы, и они сравнивали семейную жизнь с жерновым на шее, ну, в зависимости от проблемы семьи, этот жернов может быть сто тонный или небольшой. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И тогда были приведены к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел туда. Еврейская молитва знает молитву родителей за детей, учителя, за ученика или просто одного человека за другого человека. Я приведу несколько примеров. Рабан Гамлиэль навестил Хальфо бен Круя и попросил его Хальфо помолись за меня. Сказал ему, да даст тебе Господь по сердцу твоему. Раби Уна Баретсхак сказал, нет, не так он за него помолился, но сказал, да исполнит Господь все твои желания. И это молитва, которой не за каждого можно помолиться, ибо вдруг желание человека пойти и воровать. Но зная, что у человека чистое сердце, помолился так. Другой пример. Рабан Гамлиэль выдавал замуж дочь. Попросила она его отец помолись за меня. Сказал ей, чтобы не вернулась ты сюда. Молитва отца, чтобы ты не вернулась в мой дом. Когда у нее родился сын, попросила она его папа помолись за меня. Он сказал, не прекратятся вздохи из уст твоих. Дочка сказала, пап, у меня было в жизни два праздника, в обоих случаях ты проклял меня. Я выходила замуж, ты сказал, не возвращайся сюда, и у тебя родился сын, и ты сказал, не прекратятся вздохи из уст твоих. Ответил он, что ты? Я молился, чтобы у тебя в доме был мир, и тебе не пришлось бы сюда возвращаться. И зная, что пока твой сын жив и здоров, ты не перестанешь вздыхать. ой, сын не поел, ой, сын не попил, ой, сын не пошел в синагогу. Вы знаете, это, конечно, не пафосные все рассказы, но мы забываем, что Иисус то жил среди живых людей. И вот это вот наше постоянное вздыхание и причитание, они же символ нашей жизни. Проблем нету только у мертвых людей. Собственно говоря, вот в этом смысле молитва на самом деле замечательная. Еще один пример. Раби Шимон бен Лахиш непрестанно занимался торой в одной из пещер неподалеку от Твери. Сегодня мы в кондиционированных комнатах, а раньше это было и опасно, особенно во времена римлян, во времена преследований, ну и не очень удобно. И некий гончар ежедневно проносил ему кувшин с водой. И когда входил усталый Раби, он неспешно пил воду. Однажды гончар присел передохнуть рядом с Раби и сказал ему Раби, помнишь, как в детстве ходили мы на уроки к наставнику малышей? С того урока ты вырос и продвинулся в Торе, а тот человек, с которым ты ходил, он говорит про себя, не удостоился. Помолись за меня, чтобы иметь мне долю с тобою в будущем мире. Ответил ему, как же мне помолиться за тебя, ведь в будущем мире ты будешь среди людей твоей профессии. Так же, как и всякий в будущем мире пребывает среди людей своей профессии. То есть, абсолютно общепринятое и не вызывало удивление, что Ишуа приносили детей. Кстати, вот этот посыл «Я буду в будущем среди людей своей профессии, а ты среди людей своей профессии» напоминает, когда Иисус приходит в храм или его приводят, ему 12 лет, и он говорит, «Разве вы не знаете, что мне надлежит быть в доме отца своего». В доме отца своего он сын митцвы или заповеди бар митцва, это время совершеннолетия, он вступает или должен вступать в профессию своего отца, поэтому, когда он говорит «Разве вы не знаете, что мне надлежит быть в профессии своего отца». То есть, абсолютно в контексте того, что понимали евреи того времени и что они выражали в своих молитвах. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.